Симба! Десятый раз скажу видеть моего рыжика! Привет, ребята! Я уж и забыл как это снимать там, давно это было. Смотрите, такая сегодня интересная нетривиальная задача. Есть две сушилки. Вот не смотрите, это я уже там пробовал. Значит, вот эта сушилка перестала работать. Эта сушилка работает от сетевого шнурочка, то есть от 220. И эту сушилку мой друг хочет, чтобы я взбодрил для его супруги. Она занимается вот этими всякими вещами. А вот этот девайс был дан не на растерзание, в качестве донора. Он работает. Давайте посмотрим. Включаем, вставляем и оба-на! Все работает. Здесь у нас датчик, приемник. И когда мы пересекаем пальцем этот путь, то у нас включаются лампы. Можно там вручную включить и так далее. В общем, девайс работает прекрасно. А этот девайс не работает. Если изучить блок питания для вот этого девайса, сюда подсоединяется питание напряжением 24 вольта. для примера открутил одну пластинку, чтобы показать вам. Кстати, эти пластинки включены последовательно. Значит, здесь на каждой пластине светодиоды подключены параллельно. То есть, получается у нас где-то по 3 вольта на пластину. То есть, если 5 пластин, получается 15 вольт, как минимум, должно быть напряжение. Здесь у нас управление. И вот здесь у нас плата. Платье я уже подпаял два вывода. Это я экспериментировал. Сейчас я покажу, что же произошло с этой платой. Переворачиваем плату. И вуаля! Что мы видим? микросхема, которая подключена к индикатору. Эта же микросхема подключена и клавишам управления. То есть, это получается какой-то микроконтроллер. Вот это у нас микросхема, которую, как видите, немножко разорвало. Это микросхема шим вот этого импульсного блока питания. Ну и, в принципе, все. Ну, смотрите. Значит, по поводу вот этой микросхемы. Задача такова, что нужно отремонтировать так, чтобы было минимум затрат для моего друга. Видно маркировка CR 5218 Хорошо. Посмотрел я даташит на данную микросхему с даташитом проблемы. Китайский язык. И самое печальное, что схема без номиналов. А здесь как раз проблема есть с номиналами. Видите? Маркировку нельзя прочитать на вот этих двух резисторах. Почему? Потому что этим резистором пришел CRD. Получается, даже если эту микросхему купить, а стоит она, кстати, недорого у нас. Продается 25 гривен. Заказал. И завтра утром она уже у тебя в кармане. Но! Нужно разбираться, что за резисторы сгорели. Раз. Потом минимальная цена заказа там 100 гривен. Потом еще плата за доставку. Короче, это получится цена вот этого устройства. Поэтому такой вариант нас не устраивает. Какой еще вариант? Почему мне дали вот этот девайс на раскурочивание? Потому что здесь платка находится внутри. Это дело было изучено моим товарищем. А на платке кнопки управления и одна единственная микросхемка в SMD-корпусе. Вот точно такая же. Только эта микросхемка делает управление и никак не может быть заменена вместо вот этого шима. А вот товарищ подумал, что вот эти микросхемки по идее одинаковые. И он предложил мне отсюда перепаять сюда. Ну, я посмотрел и понял, что такой фокус увы, не пройдет. Ну вот, чтобы вы понимали, чтобы не быть голословным. вот такая здесь микросхема притом микросхема еще и без маркировки. Вот это вся начинка как бы вот этого девайса. Что предлагаю я? Мы сделаем так, чтобы и волки были сыты и козы целы или овцы. Напишите в комментариях. я что-то не в курсе, там не знаю русский язык, как пишется сдача там или тридача. Не важно. В общем, козы, овцы. Смотрите. Сделаем так, чтобы и вот этот девайс остался целый. И не будем курочить вот этот блок питания. В принципе, можно было бы его разобрать и в цепи обратной связи там по коррекции ТЛ-431 можно было бы подкорректировать резистор, напаять параллельно, например, и сделать так, чтобы вот этот блок питания дал меньше напряжения. А почему меньше? Кстати, смотрите. Это я что-то наперёд забежал. Вот этот стабилитрон ZD15V1 на 15 вольт. Значит, по логике у нас получается напряжение не ниже, чем 15 вольт. Потом смотрим на какое напряжение данный конденсатор. А конденсатор на 25 вольт. То есть, напряжение должно быть от 15 до 25 вольт. Параллельно вот этому конденсатору я подпаял выводы. Подсоединяю к лабораторному блоку питания. Вставлю это устройство. Вставляю руку. И при добавлении напряжения от 15 вольт до какого-то значения. Жду, когда более-менее нормально устройство начнёт реагировать на вставку руки. И когда более-менее по яркости, хотя бы приблизительно как здесь, будут светить ультрафиолетовые светодиоды. Да, кстати, берегите глаза во время ремонта данных устройств. Так вот, практический метод показал, что при напряжении 20 вольт. А у нас здесь 24 вольта. Чё? Какие идеи? Давайте самый простецкий способ. И скажем, когда я восстанавливаю DC-DC преобразователь DVB-T2 тюнери, мне там некоторые карапузы пишут, что ты там давай последовательно диоды ставь, а то, что ты там заморачиваешься с этими DC-DC преобразователями, так вот здесь как раз я этих карапузов и послушаю. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Смотрите, сделал вот такую вот платку, вырезал из пластика, имелось у меня соответствующее гнездо, вкрутил его и поставил 4 диода. И вот оно, нормальное напряжение 21,1 где-то вольта. А давайте проверим, изменится ли у нас напряжение, когда мы вставим туда руку. Та-да! Ничего не изменилось. Почему же вместо 24, 21 вольт? Проверяем. Итак, здесь у нас получается 24,2 падение на первом диоде составляет, давайте поточнее на 2 вольта переключимся. 760 милливольт. Второй диод 760 милливольт. Третий 760 милливольт. И четвертый 760 милливольт. 0,76 умножить на 4. Грубо говоря, 0,77. Получится что? Сейчас получим ответ 3,06 вольта. Где-то так. Ну, вот и весь ремонт. Теперь все это закрываем, и у нас будет целых два девайса для подсушки ногтей покрашенным ультрафиолетовым лаком. Ну, и чтобы ничего у нас не закоротило, все было помещено в виниловые трубочки, и теперь все закрываем. Ну, вот, собственно, и все. Последний тест, он трудный самый. Запустился девайс. Оп! 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 Порядок! На этом все, ребята. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока! Три, два, один. Пуск! Порядок! 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 Порядок!